Псалом восьмой Начальник ухора на гевском орудии Псалом Давида Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле! Слава Твоя простирается превыше небес. Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу ради врагов Твоих, Дабы сделать безмолвным врага и мстителя. Когда взираю я на небеса Твои, Дело Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты поставил, То что есть человек, что Ты помнишь его, И Сын Человеческий, что Ты посещаешь его? Немного Ты умолил его пред ангелами, Славою и честью увенчал его, Поставил его владыкою над делами рук Твоих, Все положил под ноги его, Овец и волов всех, и также полевых зверей, Птиц небесных и рыб морских, Все приходящее морскими стезями. Господи, Господи, Боже наш, Как величественно имя Твое по всей земле! Размышления. Часть первая. Могущественный, но и близкий, и личный. Псалом 8, с 1 по 3 стих. Давид называет Бога двумя именами, Которые в оригинальном еврейском языке Очень сильно различаются. Во-первых, он использует заветное имя Бога, Яхвы, Русскоязычной Библии, переведенное как Божие. Во-вторых, он говорит о Боге, Как о полновластном властителе Израиля, Указывающий на этот титул адон, Переводится на русский язык как Господь. Эти начальные слова хвалы показывают, Что Давид почитает за честь служить Богу, Который владычествует над всей землей, Но при этом остается его личным Богом, Избравшим и любящим его. Божья слава так великолепна, А сила его так могущественна, Что это видно даже ребенку. Того, о ком и о чем свидетельствуют эти малые дети, Достаточно, чтобы перед их свидетельством Умолкли сильные враги. Бог ценит маленьких и слабых И использует их особым образом. Как вы можете помочь детям, Которых встречаете на жизненном пути, Познавать Бога и возрастать в вере? Размышления. Часть 2. Доверенные лица Бога. Псалом 8, с 4 по 10 стих. Если вы когда-нибудь посещали Природные достопримечательности, Или просто прогуливались в прекрасный день, То знаете, что Божье творение Способно внушать человеку глубокое смирение. Однако Давид понимает, Что главное не творение, А творец. И именно на нем должен быть сосредоточен наш взгляд. Человек мало что может предложить В сравнении с величием и совершенством Бога. И все же Бог предпочел Увенчать его славу и честью, Уполномочив его владычествовать Над своим прекрасным творением. То есть, сделав своим доверенным лицом. Фраза «Немного ты умолил его пред ангелами» Стих 6 Подтверждает высокое положение людей В Божьем порядке, Мироустройство. Творец поручил человеку заботу О своем творении. И к этой ответственности Надо относиться очень серьезно. Удивительно, что совершенный Бог Что-то доверил несовершенному человеку. Насколько ваше отношение К окружающей среде, Животным и тому подобное Соответствует званию Поставленного Богом распорядителя. Молитва Отец Небесный, Я искренне смиряюсь Перед Твоим величием И красотой Твоего творения. Вдохни меня Поклоняться Тебе И помоги мне Исполнить предначертанную мне роль И быть хорошим партнером Тебе В заботе о Твоем шедевре. Во имя Иисуса Христа Я молюсь. Аминь. Аминь.